И для Петербурга, и для нас всех, потому что приехал, как мне кажется, к нам в гости великий, я другого слова подобрать не могу. И то, что говорил Михаил Литвяков, любовь, эмоции, это все, что в его фильмах представлено просто каким-то удивительным. Только как он чувствует замечательно людей, своих героев, как умело строит свои фильмы, композиции. И я думаю, что это действительно огромное событие для нас всех. И этот человек я уже хочу назвать, это действительно замечательный итальянский режиссер Павел Саленкино. И сегодня вы действительно увидите на площади один из его шедевров фильм «Молодость». И завтра это будет единственный показ в кинотеатре «Аврора». Павел привез свою новую картину «Лора», и она будет показана тоже завтра. Но сейчас я предлагаю всем нам вручить наш первый приз 28-го фестиваля «Послание к человеку» за выдающиеся достижения в кинематографе Паула Саленкино. «Послание к человеку» Спасибо, для меня большая честь получать эту премию, особенно в Санкт-Петербурге. Я очень счастлив. Спасибо. «Фильм, который вы посмотрите, как вы очень счастлив, говорит кintswin и сообщил вам, что я могу за субтитры, всегда приходить у вас. И вам понравится в фильм о том, что максимум можно также показывать сообщение, что вы посмотрите. А любой фильм, который вы сегодня посмотрите и главный месседж для сообщения о которых ведет этот фильм, это проекты? Спасибо огромное. И вот такая опять замечательная команда, которая добавилась в Паузу Салентино. Всем вместе. Значит что, давайте бросим уже. Бумажки бросай. Нет, бросай, Андрей, бросай. Значит так, ты все знаешь, я все знаю. У фестиваля есть замечательная традиция. Открывать фестиваль выпусканием шаров, воздушных шаров в небо. И я предлагаю сегодня сделать это всем вместе. Но только после того, когда Алексей Кимович скажет фразу. Нет, я предлагаю и всем, кто стоит на сцене, и всем, кто нас снимает, и все, кто сидит и стоит. Одновременно мы все сейчас произнесем эти слова, что двадцать восьмой. Не смешите, сейчас вам пока слова лучше. Давайте ночевые. Мы ложные, мы ложные. Значит, слова такие очень сложные и важные. Двадцать восьмой. Запоминаем, да? Давай повторим. Двадцать восьмой. Международный кинофестиваль. Ослание. Ослание человеку. Ослание человеку. Ослание человеку. Будем говорить громко, подсказывается. Ослание человеку. Открыть, скажем мы, и потом запустим шары в небо. Все понятно? На сцене должны быть. Это очень важный шаг. Слово открыть надо произнести всем одновременно. На разных языках. А главное, что начинаем говорить эту фразу по команде. Раз, два, три. Понятно? Готовы? Все готовы? И раз, два, три. И двадцать восьмой международный фестиваль. Послание человеку открыть! Ну что ж, ну всех поздравляем вас! Не будем откладывать то приятное, что у нас впереди, а именно...